привет друзья привет как меня слышно привет привет наконец-то я нашел сегодня время для того чтобы выйти на связь нормально слышно да спасибо с вами на связи денис борисов и сегодня хотел с вами немножко так порассуждать по поводу как тренироваться набирать очень много мышц либо набирать немного мышц на таких сухих эстетичных часто спрашивают как тренироваться как питаться и так далее знаете по сути этот вопрос зависит исключительно от ваших целей если вы хотите выглядеть а-ля кай грим или там как федоров к примеру то есть когда вам нужны максимальные мышечные объемы то вам нужно соответствующая тренировка и самое главное соответствующее питание то есть нужно впихивать себя как в гузку очень много углеводов если же ваша цель а-ля man's физик то в такой ситуации вам нужно наоборот очень очень жестко контролировать свои углеводы и меня спрашивают ну что лучше тоже как бы ответственность пытаются на меня возложить за решение вы знаете я все-таки склоняюсь больше к мэнс физик как бы там кто как бы там кого не тошнило мне кажется что для большинства обычных людей это физическая форма она более состоятельная более привлекательная чем то что мы видим на профессиональных сценах я имею ввиду культуризм мясо ну да тут тоже есть еще такой момент даже вот мэнс физик чтобы набрать мясо быстро нужно опять-таки избыточную калорийность когда избыточная калорийность вы опять-таки превращаетесь свинью и вам приходится выбирать можно конечно постепенно набирать форму в мэнс физик можно быстро если постепенно то это будет эстетично и красиво всегда а если быстро ну какое-то время придется потерпеть если бы меня спросили чтобы я сейчас выбрал да вот если я начинал заниматься то я однозначно выбрал мэнс физик и скорее всего я бы не в жесткой межсезонье то есть я бы скорее всего старался бы контролировать углеводы и набирать качественно за полгода 4 килограмма жира ну чё ж тут хорошего плохо это кто те никак не отношусь не 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 шпилю лазер до лазер замечет замечательный на мой взгляд пример то есть он набирает достаточно качественно очень очень медленно но это та форма которая нравится многим жиросжигание можно ускорить при тренировке можно ускорить допустим если ты используешь какие-то термогенники жиросжигание можно ускорить если ты используешь терроидные гормоны клен бутеррол жиросжигание можно ускорить если ты после тренировки делаешь кардио ну есть много способов увеличить жиросжигание если хочешь похудеть, после тренировки не ешь. Как только ты поел, после тренировки у тебя выработался инсулин, и инсулин остановил липолиз, жиросжигание стопорнулось. Сержин Абрилет, ну, это офигенный атлет, это один из лучших, это классика, это, мне кажется, это вот то, каким я хотел бы, чтобы выглядел современный культуризм. У Новосеолова очень хорошо написано про религию, там он проясняет многие вещи и становится очень много чего понятно. В общем-то, мне нравится, как там это описано. Зак Зеллер, где-то да. Менс Физик, да, все химики. Кто бы вам там сказки не плел, по поводу натуральной формы и все такое прочее. Ну, я имею в виду, Менс Физик серьезный, то есть те, у которых там титулы какие-то, которые выступают где-то, это все химики. Липо-6, ну, как тебе сказать. Это один из сильных жиросжигателей, и отзывы, как о жиросжигателе, о нем неплохие, на фоне остальных жиросжигателей. Но, лично я не использую. Лично я, когда нужно просушиться, я это делаю с помощью диеты. Ну, конечно, эндоморф, ты или эктоморф очень сильно будет влиять на твою конституцию, на твою путье жира и так далее. Если ты эктоморф, то тебе можно и нужно есть избыточное количество углеводов. А если ты эндоморф, то тебе, наоборот, нужно контролировать углеводы, иначе ты превратишься в жирную свинью. Слушай, ну, я часто бываю и в Киеве, и в Минске, и в Москве, то есть и на Позняках, и на Русановке. Это не проблема. Если в следующий раз увидишь, подходи. Я сейчас даже не тренируюсь. Ну, как, я тренируюсь где-то раз в неделю. Вот так вот, в лучшем случае. Да, меня звали в Таиланд. Ну, я обговорил с Клоковым, у меня не получается, у меня другие планы. Я узнал слишком поздно об этой поездке, и я уже планы не мог переиграть. Хотя мне очень хотелось, я очень хотел с ребятами съездить. И ОПЕК, и Америка зависят, ну, как тебе сказать, они зависят от определенных людей. Есть определенные люди, в руках которых находятся, ну, которые являются учредителями различных банков и организаций масштабных, которые управляют политикой, влияют на политику. Ну, например, учредители ФРС США. И вот эти люди, они влияют на ОПЕК и на Америку. То есть это не Америка сама по себе. Америка – это просто страна. Костяк. Для расширения костяка лучше делать дыхательные приседания. Старикову, ну, по большей части он говорит правду, но, мне кажется, слишком она как-то преувеличена, что ли. Да, гормон роста может вызывать увеличение сердца. Раз в неделю фуллбади? Нет, я думаю, это будет маловато для роста натурала. Я думаю, натуралу нужно минимум два-три раза. Да, по большому счету, я думаю, что Обама тихо играет свою роль. Агностик, спасибо. Воронцов, спасибо. Зало, стерохондроз. Вряд ли. Быть или не быть лидером – слушай, это естественный процесс. У тебя он получается, либо не получается. Либо ты хочешь, либо нет. Лидер. Обычно лидером становится в процессе достижения каких-либо задач. Не просто так, лидер ради лидера. А вот когда ты хочешь что-то достигнуть, ты вокруг себя собираешь людей, берешь за них ответственность на себя, и ты становишься лидером. Цель. Самопожертвование, альтруизм? Да, в некотором смысле да. Потому что альтруизм – это жертвование своими интересами ради интересов других. Да, цены на недвижимость и автомобили будут падать. Почему? Потому что прогноз по нефти отрицательный, негативный. Соответственно, в бюджете будут дыры, покупательская способность падает, ну и соответственно, все дешевеет. О нелинейном тренинге, ну, кое-что слышал, смотря что ты имеешь в виду. Начинающему не нужны какие-то спортивные добавки. Купи себе пачку творога и ешь ее пересном. Вот вся твоя спортивная добавка. Третья мировая уже давно закончилась, мы ее проиграли, это была холодная война. Сейчас уже идет четвертая, информационная. Если говорить про валюту, то лучше всего хранить в баксах. Ну, то есть гривна плохо, рубль российский плохо, белорусский рубль плохо, даже, в общем-то, евро хуже будет, чем доллар. Скажем так, если что-то и ляхнется, то доллар ляхнется последним. Самый надежный из всех валют сейчас доллар. Если между друзьями стоят деньги, нужно выбирать друзья, а не деньги. Ну, если это, конечно, друзья. Денчик не умный. Денчик просто читает. Диод Тиранин не читал про это. Ну, кто-то говорит, что Стариков идиот, кто-то говорит, что Стариков бог. Денчику пофигу. Говорим о всем подряд. Ну, вообще, вообще у нас сегодня тема была, в общем-то, про спорт. Я вам рассказал немножко свое мнение по поводу того, эстетика или масса. Вы поняли, что я, в общем-то, сторонник эстетики. Мне не совсем нравится, куда качается современный бодибилдинг. Винстерол не сушит, ребят. Винстерол просто не задерживает воду, он не романтизируется. Но сам по себе вряд ли. Это ненормально. Это значит, что-то либо ты неправильно делаешь, либо у тебя что-то с генетикой. Скорее всего, это все вместе. Да, да. Ладно, ребят. Пойду я в душ схожу, а то я совсем устал, и меня там Анютка ждет. Давайте вам хорошего вечера. Готовьте свои интересные вопросы, а завтра, после обеда, наверное, выйду на связь. Давайте всем хорошего вечера.